Дарить людям счастье осталось у меня в привычке с самого детства. Я выступал, пел, играл на гитаре. Пытался давать всем то, чего нам всегда не хватает – улыбку. Моя мама любила говорить, что я как маленькая свечка, которая в грустное время зажигает всех. Только сейчас, будучи взрослым человеком, я осознал ценность следующих строк. Тысячи свечей можно зажечь от одной единственной свечи, и её жизнь не станет короче. Меня зовут Алекс. Я болен, и скорее всего меньше, чем через год, обо мне останутся лишь воспоминания. Именно поэтому сегодня я сделаю серьёзный шаг в наших с Алисой отношениях. День предложения руки и сердца. Вчера мы с моей девушкой Алисой отметили нашу годовщину. Я сделал ей картину из листьев, а потом и вдвоём прекрасно провели вечер. После этого я не спал всю ночь и думал о том, что если я всё-таки умру, то хочу, чтобы мы были официально помолвлены. Сегодня я сделаю ей предложение. Но я не хотел просто подарить ей кольцо. Это должно быть красиво, креативно и незабываемо. На всю подготовку у меня был всего один день. Идея заключалась в том, что я украшу скверик рядом с домом, а потом заманю туда Алису. Звучит легко. А вот на деле, больше всего я волновался за атмосферу. Хочется, чтобы было уютно, красиво, чтобы мягкий свет освещал нам путь. Но я верил, что всё должно пройти отлично. Я чувствовал, будто вселенная поддерживает мою затею. С большим энтузиазмом я начал подготовку. Принёс гирлянды и повесил их по всей территории сквера. Поставил колонки и включил приятную музыку. Поставил столик на двоих и разложил на него заранее приготовленную дома еду. Я украсил территорию разными блестящими шарами, серебристым дождиком. Атмосфера была такая, будто под Новый год украшаешь квартиру. Теперь осталось позвать сюда Алису. Утром я её предупредил, что вечером мы пойдём гулять. Я вызвал ей такси, и Алису подвезли прямо к скверику. Я встретил её, и сначала мы просто пошли гулять по территории. В этот момент она ещё не догадывалась, что нас ждёт дальше. Мягкий жёлтый свет освещал нам дорогу. Но приятная музыка позволяла расслабиться, а звёзды будто рисовали картины на небе. Как же я хотел прямо сейчас достать кольцо и просто надеть ей на палец. Но не время ещё, не время. Я понимал, что мы уже достаточно погуляли, и пора перейти к торжественной части. Я сказал, что у меня для неё сюрприз, и отвёл прямо к столику. Сначала она не поняла, что это, потому что все кафе и рестораны в парке уже были закрыты. Но потом её задумчивые глаза приобрели взгляд маленького и счастливого котёнка. В этот момент она бросилась ко мне в объятия. Я понимал, что надо не упустить этот момент и подарить кольцо прямо сейчас. Когда она меня отпустила, я сказал, что это ещё не всё. Её глаза засияли ещё больше. Медленно я достал из своего пиджака коробочку с кольцом, встал на колено и сказал ей те самые заветные слова. «Алиса, ты выйдешь за меня?» Сияние её глаз заменилось слезами. То ли от радости, то ли. Сначала она просто минуту смотрела. То на меня, то на кольцо. Но вдруг начала плакать всё больше и больше, а затем её губы начали двигаться. Она сказала нет.